были сильные дожди смотрите уже не осталось и следа настолько у нас сухой климат что влага испаряется впитывается все а буквально дождь был позавчера сильная ни одной лужицы ничего почва песчаная потому она сухая и небезопасно я всегда говорю кто гостит здесь туристы будьте осторожны если вы делаете фото на краю обрыва будьте осторожны очень калифорния постепенно обваливается в океан знаете особенно вот так севера западу от лос-анджелеса вернее к юга юго-западу там побережье пала вердес пала верда состоит торрент там пляж холмистый и там очень дорогой район и очень многие многие дома пришлось просто выселять пока они не сошли в океан и так в малейбур мы въезжаем в малейбур и вот с правой стороны будет университет пеппердайн в одном из моих видео я тоже рассказываю об этом университете это хорошая школа это один из кампусов всего лишь один их несколько в лос-анджелесе нам повезло сегодня видите никакого тумана время у нас еще еще даже нет 11 туман если и был он рассеялся очень рано обычно время тумана в калифорнии наступает в конце мая весь июнь у нас серый именно из-за тумана где-то до полудня иногда висит туман иногда даже больше ну и июнь примерно май июнь к июлю туман сходит на нет совсем и именно в северной калифорнии да там над сан франциско висит туман постоянно здесь наших краях туман сгорает быстро и вплоть до ноября уже тумана нет иногда чтобы сделать хорошие фотографии наоборот надо бы немножечко чтобы было overcast ну вот сейчас туманов нет вот отсюда красиво видите там на горе университет пепердайн красиво выглядит итак друзья а вот это называется bluff park beach и построил его майкл лондон это recreation центр здесь можно взять любую брошюру почитать предлагаются какие-то классы ну и просто такая комьюнити знаете комьюнити центр bluff park и знам смокин и очень хорошо также здесь проводится видите 24 ежегодная чимаш да и чимаш это indian tribe индейская индейские старые индейское племя которая жила в этих краях очень очень быстро густо населено было это место именно с индейцами племени чимаш native american powwow вот в субботу 6 апреля то есть это уже прошло старело немножко но обычно здесь каждую неделю выходные что-то проходит и опять же будьте внимательны осторожно смотрите под ноги в этих краях водятся змеи я смотрю еще несколько людей носят эти очки чтобы смотреть на солнце но небезопасно это знаете очень глаза я посмотрела буквально в секунду и это достаточно вот здесь вот агентство ценилан детский парк обратите внимание вот на этот на этим миром как-то раньше мы приезжали сюда часто эти берешь с собой обед и там есть несколько столиков один раз даже отмечались мужем решили взять с собой хорошего вина сыр копченый лосось и отмечали нашу годовщину свадьбы давно правда и здесь был неподалеку мотель сейчас он уже не существует взяли эту этот мотель и с собой хорошую еду и знаете самый один из самых лучших таких мероприятий и никуда ехать не нужно ведь у них идут какие-то работы чистят все убирают ну и конечно на выходных здесь проходят всякие спортивные состязания вот я вижу свежая сена я не знаю что конкретно и для чего здесь но красота вот вам и цветение весенние так сейчас подойдем к столику вон здесь три столика я учась вон to show the table we used to sit do you remember which one by the water you can check from here your clip муж у меня любитель всяких таких зрелищ нет песик забрался на стол и так друзья вот такая красота отсюда можно спуститься к океану но там дорожка очень неудобная я не советую санта моника маунтен закрывается 30 минут после заката и открывается 30 минут до расцвета видите а там внизу побережье и там дома хорошо просматривается отсюда линия дорогих домов вот тоже интересное местечко отсюда можно смотреть на океан здесь такая как его называются как называется этот труба обзорная труба вот монумент один написано Кэсси Броснан она в Ладен Мэмори она здесь жила вы знаете если вы заплатите вот за такие монументы октябрь 16 94 года то вы можете я не знаю избранные какие-то это могут сделать или кто-то потому что это не известная личность просто эта семья здесь жила и решили вот увековечить память своей родственницы вот таким вот я честно говоря не знаю ветрено однако и ветер довольно холодный вот отсюда хорошо просматривается остров каталина видите вот там вдалеке от порта лонг бич можно взять скоростной скоростной яхту или долететь на вертолете и вот эти вот линия домов туда не подобраться туда ведет ведет частная дорога поэтому только отсюда могу вам показать это береговая линия Малибу и Санта Моники вот в той стороне Санта Моника так если ехать но отсюда еще не видно Санта Барбара но в той стороне вот местечко для пикника видите как аккуратно и мусор можно выбросить и вот туда ступеньки еще вниз ведут там тоже есть столик вот тоже именная скамеечка видите люди увековечивают память своим любимым и родным посвящена такому-то и такому-то короткую жизнь прожил человек родился в 83-м и умер в 2005 году так еще раз покажу вам Pepperdine University и мы поедем с вами к другому пляжу Paradise Cove окей итак последний взгляд на Малибу Блав парк если вам здесь понравилось если вы собираетесь приезжаете Лос-Анджелес обязательно сюда приезжаете здесь также очень много ресторанов закусочных вдоль если вы поедете к северу или к югу неважно здесь есть что поесть и что попить на любой карман и на любой вкус пуст